здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала снимаем свой сюжет в пермском крае и линский район это наш фруктовый сад сегодня мы деревья закидали снегом чтобы они у нас не замерзли сегодня у нас 15 декабря 2017 года снега очень мало поэтому пришлось наскребать его вот так вот закидали напомню у нас здесь 83 дерева 37 яблонь 4 груши 42 лещины вот так вот у нас это все дело смотрится наверное сейчас покажу насколько далеко у нас эти кучки вот они у нас он где палочки торчат все уже максимальное приближение ближе не могу приблизить чтобы наши деревья не замерзли очень сильно за них переживаю она хоть еще не было сильных холодов но были больше не ниже 20 градусов там 22 23 градуса но буквально 2-3 дня снега еще мало и поэтому это очень может пагубно повлиять дальнейшем на наши деревья ничего страшного в следующем году весной посмотрим думаю что все это у нас все равно ведь не умрут конечно думаю что все равно может быть кто-то не перезимует будем надеяться что как можно больше деревьев переживут зиму вот наше хозяйство вот нас птичник который летом отсюда еще было не видно сейчас все стоит птичник у нас 6 на 24 метра запустили пока только половину 6 на 12 находится на 12 гектарах вот это вот хозяйство птичники яблони там у нас выгулу поросят здесь вот видно столбы поросят у нас фенгерская мангалица и живут на улице не знаю мне конечно жалко очень но вроде не мерзнут хрюкают бегают прекрасно себя чувствуют кушают сено кушают и завариваем отруби пшеничные с мясокосной мукой вроде бы пока нормально себя чувствуют все хорошо позавчера у них была вакцинация против классической чумы а вообще немножко наших планах в следующем году я надеюсь что до следующем году мы хотим заказать экскаватор и начать здесь жить в овоще хранилище овоще хранилище будет вот примерно здесь у нас полушек один отсюда начинаться и думаю метров примерно 20 будем длину делать метров 6 ширину здесь будем хранить и яблоки с этого сада вот так же все равно будем сидеть картошку какую-то морковку свеклу капусту тоже все будем хранить здесь овоще хранилище вот она у нас здесь будет примерно 6 на 20 и чуть-чуть подальше хотим сделать поближе вот к этому выгулу здесь где-нибудь здесь выкопать примерно делать это вот сусенка тоже метров 6 и длиной тоже примерно метров 20 выкопать свинарник чтоб нам было дешевле грубо говоря поросята будут у нас под землей в комнате ну выкопаем глубоко чтоб можно было туда заходить сверху хотим сделать навес и типа сарайчика такого чтобы там держать сено для наших поросят и лючок к ним туда вовнутрь я этот способ увидел в ю тубе на канале венгерская мангалица он когда еще не в полях выращивал поросята где-то судя по всему на приусадебном участке у него вот такие были сарая построена правда они низкие были туда нельзя было зайти а я хочу выкопать такой чтобы можно было туда и заходить сверху чтоб хранилось сено открываешь люк и накидываешь сено сколько надо снова люк закрыл красота и поросят уже будут более теплой обстановке сейчас покажу наших поросят вы электроэнергию подвели у меня деревня такая печальная я уже говорил прошу прощения за качество звука сегодня сильный ветер у меня автомобиль вообще сильно замело и сейчас покажу вчера заехал сюда сейчас будем выталкивать чтобы выехать так как нужно на работу завтра будем откапываться и поедем вот тут у нас выгул для поросят выпускали их с пастухом сейчас решили пастуха убрать и у нас в принципе не убегают все равно прибегают обратно особо они нам не мешают пусть бегают где хотят тут здесь территория наша кроме этих двенадцати гектар у нас здесь еще триста двенадцати гектар да но единственно что территория ходит туда вниз до речки после речки уходит в горку вот там вот на горе вот там вот тоже наша земля в общем у нас здесь триста двадцать четыре гектара держится с него это нет сейчас на все машина займела клана обо всем по порядку сначала покажу наших поросят измазанных зеленкой маркером их помечают когда стоят прививку помечают что второй раз не поставить чтоб никого не перепутать вот у нас прививки девочки сейчас покажу мальчиков мальчик у нас один только производитель производитель нас ласточка вот он наш производитель черношевский 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 как делать вот такой у нас черношевский укусить хочет хочет попробовать на зуб тоже на зуб хочет попробовать вот такой вот у нас крючок в принципе вроде чувствую себя хорошо бегают еще раз говорю позавчера у нас была вакцинация против классической чумы приезжали ветеринары сделали прививки так вот там у нас собачка которая постоянно неспокойно сейчас покажу автомобиль которыми вчера до сюда доехал смотрите на сугробы вот я автомобиль весь заняло не скажу что я вчера еще сюда приехал на собственных колесах так что сейчас нужно будет нам предстоит нелегкая работа до новых встреч наши уважаемые гости надеюсь что вы подпишитесь на наш канал ставьте лайки пока